МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одна з найяскравіших учасниць Мастер-Шеф 5. Левензон – це дикий койот, такий, ааа, сегодня метал. Дикий койот Левензон. Юля, прийом! Я делаю пизет! Прячу я кровь, понимаете? Да. На шоу Наталя прийшла, аби довести чоловікові, що 10 років шлюбу не роблять її лише домогосподаркою. Левензон мріє про власну кондитерську, тому у власній скарбниці має більше сотні рецептів. Також, як мема двох дітей, 14 та 11 років, Наталя чітко знає, як приготувати корисну їжу так, щоб діти не минули за обидві щоки. Судді Мастер-Шеф визнали Наталю королевою десертів цього сезону. Його зміст – це справжній інтелектуальний детектив. Ця інтрига остаточно запевнила мене, що ви недарма отримали своє прізвисько. Я розумію, що це левензон, королева десертів. Він у тебе двоє дитиш. Кричай! Він у тебе є можливість пожаловатися на Ваню. Обычно-то він нам всю правду розказує. Тетя Надя, ну ти даєш привередливість. Це не привередливість, це избирательний вкус. І вот цей избирательний вкус ми демонстрируємо практично каждое утро. Ми просто избираємо сосиску і сладкує булочку. Ну, конечно, хотілося б, щоб він їл овощи і фрукти, які не їм я. І не можу його показати примеру. О, є с кого брати пример! Вот такий сюрприз, Наташ, для тебе. Тебе треба буде убедити вот цих приверед. Ну, а для вас, мои дорогі, сюрприз такий. Ви будете готовити сьогодні вместе с нами. Быстренько сюди! Я убедилась бы на своїх дітях, що коли біонок сам готовить, він їсть, ну, з більшим удовольствием. Детям нравится бути на взрослій кухні. Це робота дійсно. Так. Так, я іногда вже навчилася сам себе омлет готовити. При розмішанні венчик, оставьте вес венчика на розслабленій полностью в руку. Я пробовала вот такий. Я все знаю, Натя, я все знаю, як ти його слопала в мене. Ха-ха-ха, мені кусочки не оставила! І нам понадобиться для наших оладушек яблоки, морковь, кукурузная крупа, манная крупа, сахар, яйца, масло сливочное і джем і сметана. І молоко. Це взагалі не похоже на традиційний рецепт оладчика. І начнем ми з яблочок. Детки, поможете мені чистити яблочок? Без проблем. Наденька. А я предлагаю, ребята, может быть, вы будете натирать лучше яблочки, а вы будете. Точно, давайте. Мне интересно, сколько яблочок ще надо с этой? Или с этой? На какую терку? На крупную? Не на самую мелкую, вот на эту. Нам нужно еще натереть морковку. Так, Мирон, можна я возьму твою терку, чтобы тереть морковь? Ты не будешь против? Да, не против. Тоже на мелкую, да? Я щас тоже присоединююсь. На среднюю, вот на эту. На вот эту? Да. Вань, а ты как морковку любишь? Не любишь, да? Ооо. Ну а как же, ведь она ж полезная, Вань. Нужно ж кушать. Вот так вот ты. Лучше на завтрак съесть бутербродок или сосиску. Вкусненько. Ване морковь. Ой, а если бутерброд из двух сосисок, это так вообще. Наденька, теперь мы включаем в плиту, наливаем молоко в кастрюльку, чтобы оно подогрелось. В молоко мы добавляем сливочное масло. Ждем, пока оно закипит. Я вот не пойму, почему мы муку вообще не используем. Это же оладьи. А у нас нет. Мы ее будем использовать только чуть позже. На данный момент на плите у нас молоко, сливочное масло. Сейчас мы добавим сюда морковку. И 7-10 минут морковка должна прокипеть. Для того, чтобы она потом была очень нежной такой, да, чтобы ребенок не понял, что там есть морковка. Это основная цель. Она более разваривается. Потому что она не такая мягкая, как яблоко. У меня закончилось. Наташенька, наверное, придется тебе помочь натирать. С удовольствием. А ребята пока расскажете, как успехи в школе. У меня в школе не очень. Учительница же видит сейчас. У меня учительница хорошая она. Зовут я Валентина Петровна. Я знаю, мы с Валентиной Петровной знакомы. Она же приходила в гости к нам уже вместе с твоим классом. А у меня вот в школе я с 5-го класса уже была на доске отличников. А что так долго ждать с 5-го класса? Потому что, как правило, они могут маленького повесить, потому что маленький еще не так много знает, чтобы его повесили. Теперь, когда наше молоко уже чуть-чуть прогрелось, мы сюда отправляем морковку. А что нам пока делать? Вам пока внимательно слушать, потому что это же для того, чтобы вы могли потом дома готовить. Вы же уже... А-а-а! Конечно! Это же уже искушенные кулинары. Мирон мастер омлетов, а Ванечка мастер пиццы. Когда-то готовили картошку-гротен. И ты умеешь ее готовить? Ты маме помогал? Да? Не маме. А кому? А яблочки, что мы с ними будем делать? Значит так, морковку мы тушим 7-10 минут. Затем мы добавляем сюда яблочки и все остальные ингредиенты, кроме кукурузной муки и яиц. Теперь манную крупу. 10 столовых ложек. Вот как раз благодаря этому у нас и не будет просто такое мягкое, слишком сочное пюре. Она впитает лишнюю влагу. Перемешиваем чуть-чуть. Сахар. Это теперь будет тоже протушиваться какое-то время, да? Да. Минут 5 оно должно протушиться. Отлично. А вы мне расскажите пока, кто у вас будет по утрам? Или вы сами в школу просыпаетесь? У меня будет бабушка. А подходит такая. Мирон, вставай! А, вот так спокойно будет тебе. У меня в школу будет папа. Но я так не очень хочу вставать. Но когда папа говорит, Ваня, пойдем делать зарядку, то ты сразу вскакиваешь и бежишь, да? После того, как наша масса готовая, мы ее охлаждаем. Кукурузную муку мы используем для того, чтобы потом, когда уже смесь готовая, и мы сформируем шарики, мы их обваляем кукурузной муке. А сейчас, внимание, дети, что только что сказала Наташа? Мы будем обваливать шарики в них. Все. Итак, наша масса уже остыла. И теперь мы добавляем яйца. Я могу это делать. А давайте у меня есть идея. По очереди. По очереди, давай. И с яйцами эту массу, ребята, мы перемешиваем. Итак, теперь мы будем формировать наши оладушки. Берем по чуть-чуть кукурузной муки. Мелко. Моле делаем. Моле делаем. Теперь я буду делать. Я сейчас покрасить синий. Наши оладушки сейчас будут там загорать, да? Готовы. Теперь мы делаем такие кружочки. А мы что будем их обжаривать или запекать? Запекать в духовке. Включить? На 180 градусов. А у меня получается. Так это присыпание. Да, методом вот так, обваливания. И перекладываем на досточку туда, к Наташе. Да, давайте. Аккуратненько. Давайте, ребята. Ой, как красиво. Теперь мы их, наши оладушки, перемещаем на противень. И в духовочку на 180 градусов 20 минут. Я отнесу. Давай. Давай. Оладьи будут запекаться в духовке 20 минут. А потом продолжим. Можем доставать из духовки оладьи. Горячие. Ну как, красивые? У-ху! Но у нас еще остался джем и сметанка. Это для чего? Да, и оладушки наши мы можем кушать или со сметанкой, или с джемом. А я прямо сейчас расскажу, как мы их готовили. Возьмите морковь, яблоки, манку, молоко, кукурузную муку, сливочное масло, яйца, сахар, джем и сметану. Яблоки очистить от кожуры, удалить сердцевину и натереть на терку. Очищенную морковь натереть на терку. Молоко в кастрюле нагреть, добавить сливочное масло, морковь и тушить до размягчения 7-10 минут. Затем добавить в кастрюлю с морковной массой яблоки, манную крупу и сахар. Тушить еще минут 5, помешивая. Яйца добавить в охлажденную морковно-яблочную массу, перемешать. Формировать оладьи, панировать в кукурузной муке. Запекать в духовке, разогретой до 180 градусов, 20 минут. Подавать оладьи с джемом или сметаной. Итак, детвора, кому сколько оладьев? Мне два. Два. Три. Ну и нам хотя бы по одному, да, тетя Наташа? Можно начинать? Можно. Конечно, можно. С джемом или со сметаной, кто с чем хочет. А я за с джемом. И я тоже. Давай. Я хочу со сметаной. А у нас чего? Очень вкусно. Мирон, попробуй. Они меня просто покорили. Покорили Мирона и Ванечка. Вкуснятина. Кто хочет, чтобы мама или папа готовили по утрам оладьи эти? Но здесь же есть еще один важный момент. Папа и мама, наверное, же тоже хотят попробовать. А вдруг им не понравится? Умочка, это сухо. А родителям понравилось? На самом деле, очень вкусно. Я думаю, что мы теперь будем часто баловать себя такими оладушками. Спасибо. Тетя Надя, ну, как всегда, мы твои два поклонника, поэтому что-то хотим тебе сказать. Тетя Надя, вы очень красивые. Вот просто загляденье. Просто хотел сказать, что мы тебя любим. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...